Прихожь ты такой с хавчиком, значит, а новая серия по Майнкрафту ещё не вышла. И чё делать теперь, думаешь ты? Вот я лично в таких ситуациях обычно смотрю какие-нибудь кинчики или сериалы. На Кинопоиске сейчас как раз эксклюзивно вышел новый сериал Чудотворца в озвучке Кураж Бомбей. Короче, там бог хочет уничтожить Землю. А Гарри Поттер, ну то есть Дэни Рэдклифф, ну вы поняли, в роли ангела пытается ему помешать. Господь, знаю, это были очень непростые несколько тысяч лет, но у вас по-прежнему много фанатов на Земле. Ты хоть знаешь, как давно мне в жертву не приносили барана? Вас же это всегда бесило. Ну так-то да, но с другой стороны это было миленько. Сериальчик отдастся по подписке, а сейчас на Кинопоиске ещё и можно смотреть фильмы и сериалы онлайн. Ну и ещё у них много эксклюзивного контента и первые 30 дней подписки бесплатно. А для тех, кто хочет заценить сериал, ссылочка у нас стояла в описании. Всем привет, с вами Фрост, Снэйк, Парниша и Илон Маск. Всем привет! Всем привет. Потому что сегодня мы продолжаем приключения Илона Маска и сегодня исполнится главная мечта нашего Илона. Он отправится... Да! Я уже готов, готов! Илон мразняет. Но знаете, я сейчас хочу вас предупредить. Вы слышите по голосу, что я принял участие в челлендже... Заболеет. И Санёк тоже принял участие в этом челлендже. Нам понравилось, мы решили тоже поучаствовать. Короче, я два дня валялся температуру 39. Вы слышите, что мне ещё не до конца похорошело. Я начал жрать таблетки, антибиотики и мне вдруг стало получше. Поэтому сегодня мы с вами записываем Майнкрафт. Приключения Илона Маска. Но говорить тяжело. Что сегодня стрим делать? Мне кажется, это... Чё, я чё спрашиваю? Мы будем на Марсе выращивать картошку? Как обязательно! И да, вы уже заметили, что я постро... Что мы построили. Ну, как бы, понимаете, мы. То есть я построили ещё две ракеты, чтобы... Эти два барванца тоже смогли долететь до Марса. Мне предлагали, чтобы я прилетел на Марс, построил портал. И кинул ракеты им в портал. Но это же читерство. Это как бы... Нет, это не читерство. Это хитрожобство. Но мы хотим прилететь вместе. И там уже будет не так просто. Там не растёт деревьев. Там нет местных жителей, как на Луне. Нам придётся самостоятельно каким-то образом выращивать там деревья, добывать кислород. И это будет непросто. Потому что деревья не растут на Марсе. Там нет атмосферы, как и на Луне. Но местные жители вертели эту атмосферу и посадили там деревья. Кстати, пока я болел... Кто это такое? Уйди оттуда. Я сейчас всё покажу. Я сейчас всё объясню. Пока я болел, мне ничего было делать. Я сидел дома и иногда заходил играть в Майнкрафт. Поэтому я кое-что построил. Я сейчас вам покажу. Я немного расширил своё владение. Иван Маск сейчас сломает всё вам. Вы видите, что я поставил? Налоги не заплачены за это. Какие налоги? Что он делал-то? Ты будешь показывать... Помните, здесь раньше была ферма кактусов? В общем, я решил преобразовать её и сделать из неё кое-что другое. Он никогда не построил нормальный вход хотя бы по ней. А то Бичовский какой-то ферма. О май, серьёзно? Да он там настроил? Капец так. Я всё зашёл на ферму. Это секретный... Бук командования взлётом больших ракет. Отсюда будут взлетать ракеты от четвёртого уровня и выше. Потому что, видите, какой потолок специально высокий. Он взлетит со дна, чтобы нас не рассекретили. Ещё здесь я построю секретный бук командования. Здесь есть мониторы. Я поставлю сюда много мониторов. А это секретный бук командования. А, ну сначала, подожди. Сначала иди сюда. Её мое. Сначала комната отдыха космонавтов. Вот это моё... Сначала секретный бук. Вот это тринадцатого. А это пункт наблюдения взлётами. Но также здесь есть секретная комната отдыха. А что там ещё за одна секретная комната? Это то, что я думаю? Вот это неплохо. Что он там думает? Ну, это похоже на туалет, я не знаю. Где? Это свет выключается, чтобы можно было смотреть, как взлетает ракета красиво. Без света, чтобы я слышал. Блин, ну это вообще продуманность овер десять. А сюда мы принесём пластинки, которые мы украли с луны. Вот это круто. Это называемый уровень. Да я вниз, говорим, что ушёл. В шахты тут. Зачем ты ушёл? Ну, мне было интересно, что там в самом конце. И я в конце нашёл два каких-то туалета. Каких два туалета? Это было секретное тайное... Это секретный проход, чтобы можно было выйти через шаг. Я же войти не могу. Это, видишь, эти прикольные лампочки? Если вырубить свет, они светятся в темноте. А... Но светятся очень... Иди сюда. Ну, где ты там? А я войти тут не мог, да. Потому что от бичей защищено. Только у вас нет уровень допуска недостаточный. Ё-моё. Ё-моё. Вот это... Вот на что это похоже? На туалеты типа, знаешь... АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ТАК, А КУДА ЭТО НИХРЕННА СЕБЕ! Шахту нет, я понял, ну блин, ну вот Там спайди Ё-моё, братан, ну ты на хайпе просто Просто мне было нехер делать, поэтому я заходил и сказал, что ты на хайпе А ещё нам нужно с вами сгонять шахту, потому что у нас достаточно мало всего Например, у меня кончились алмазик, я тут пока выкапывал, добыл себе 7 всего лишь Поэтому нужно идти в шахту И ещё кое-что нужно, нужно собрать с собой вещи на Марс и улететь в конце этой серии на Марс Браз, ну ты на хайпе И нужно обязательно взять картошки, я пойду соберу картошку Ты просто на хайп Шо за, из какого века ты вылез? Какой хайп? Какой хайп? О чём ты? Ты какую годную отсылку не понял На каком хайпе, о чём ты? Сука, ты такую отсылку годную не понял Какую отсылку не понял А я и не знал Что там дальше? Я не знаю Что арбуз может быть таким холодным? Ебой Так, ну чё там по плану, чё дальше ты делаешь? Я собираю картошку для фермы Так, время 2 часа, всё Карто... Как ты чё мы делаем? Мы добываем уголь Уголь наш, бро Я вообще-то его маску, у меня уже всё куплено Уголь надо Уголь, уголь надо Уголь, 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 уголь Моя кирка на счастье добывает уголь Как счастье Ты, конечно, зафлексил он будет сидеть на бутылке за илона маска добываю уголь и алмазы и шесть штук из трех где моя сосиска еще скажи? что? типа походу мы сегодня майн или вообще что-то не готово записывать типа с такими охуенными шутками просто где моя сосиска? где моя сосиска? где моя сосиска? где моя сосиска? просто все хотят на марс уже, все переживают кот сажал собаками! так понятней! откуда тут лампы? откуда здесь мема из 2007? алмазы, ё-моё! ай, саня, надо телепортировать! кажется, меня топит лав, надо телепортироваться, пока это алмаз не ископал! я нефть находил в какой-то пещере чего? чего? это чё за... нефть укралась собака? откуда здесь ведьма? нефть укралась собака я слышал, как ведьма какая-то смеется! чё это за нахер? ну не слушай куда она здесь? эй, ума! а чё их только два! эй, ума! эй, от хера себе они так спрятались, не слабо так! эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В любом случае еще нужно нефть, нужно будет сгонять что-то за нефть, но я не помню какие там координаты, но разберемся. А теперь нам бы еще сделать несколько печек электрических, потому что плавить-то сдолбаешься. Да, где ты еще увеличишь количество, значит, нам поможет. И еще я хочу его, видите, я подготовил, короче, мост для кучи солнечных панелей. Так, где печка? Печка, печка, печка. Так, ну улов, ну скажем, ну неплохой, я, пожалуй, сделаю себе еще одну кирку, чтобы было лучше. Кирка, потому что у меня уровней что-то уже дофига. А это уже меч. Нет, это не меч. Это уже меч. Нет, это уже не меч. Сука. И, наверное, сделаю себе еще один меч у меня хороший. Клаустрофобия сейчас уже начнется в этой пещере. Нет, у меня все хорошее. Клаустрофобия. Кирка скоро кончится, но я сделаю и возьму та, которая будет лучше. Олександр. Клаустрофоб номер один. Клаустрофоб? Да, Клаустрофоб. Грибана, нужно поставить, где-нибудь тут сундук, хотя и так близко. Сундук-пободук. Что за рифмоплет? Ритмоплет хуй, блядь. Вот именно, вот именно. Проч... ЧЕГО, блядь? ЧЕГО, блядь? Илон Маск-Моск! Илон Маск-Моск! Илон Маск-Мокс! Чего, блядь? Мозк-Мокс. Кого? Чего произошло от него? Илон Маск-Моск у Клары украшился от инвестиций. А? Что? У меня Кирка зачарилась на прочность 3. Алло! Алло, сука! Ты чё, сука? Какая прочность 3? Вот это кроговорка будет. А ты чё хотел на сколько? Чё? Он на 4 хотел прочность. Прикинь, а ему 3 выбило. Ты хотел, чтобы она у тебя вообще не ломалась. Нет, мне надо, чтобы у меня было больше эффектов, как у моей Кирки. Это чё за говно? Кирка. Что это? Чё, тролль что ли такой же? Блядь. Что это? Просто перевод алмазов. Нахер мне Кирки на прочность 3. Кирка. Пошло оно! Пошло оно всё. Так пошло оно всё или чё? Блядь. Вчера у него молока целый ящик, блядь. Так это сувер делать. Мы как будем на Марсе без чизбургеров? Мы уже умрём. Очень интересно. Чизбургер. Это что такое? Что такое? Кто разрешил стоять на ракете? Не понял, а кто стоит на ракете? Скелет стоял на ракете Санька. На этом кошачий хер. Ты возмочил костлявого. Подстрелил ублюдка этого. Да шо за нахрен? Шо ты себе позволяешь? Козёл. У, блин. Короче. Чё у нас по баллону? Я свои заправил. Блядь. Он мне там стрельного валю и чуть не умер. Смотрите, что у меня здесь есть. Так я не знаю, как это поставить. А вот это рассвет офигенно. И три ракеты такие стоят. И сюда смотри. Где, чё там такое красиво? Рассвет, рассвет, три ракеты такие торчат. Красота в Байкрафте. Это круто. Просто делайте скриншоты. Юрчик, ща взорвешься к чертовой матери. И чё? Крепост. Карм. Смотрите, чё я закрафтил нам. Я закрафтил нам монитор. Ты горишь. Какой экзиби-то? Какой экзиби-то даже лучше. Теперь мы будем втыкать везде монитор. Правда, они сэкодорогие. Блин, выглядит как какой-то, знаешь, этот трубчатый. Трубчатый монитор. Ну, это Майкрафт. А если поставить их штук пять, короче, такой большой. Короче, можно сделать суперогромный монитор. Это круто. Как дорого. Ты просто карту, да, сюда поместил или как? Я, видишь, переключать можно. Где? Чего я испортил-то? Остров для пластин для этих вообще не нравится. Ну, хочешь исправь его. Смотри, я сделаю ещё одну пластину. Это уже более прокачано. Это самая босяцкая. Это уже поворачивается к солнышку лицом. А, так она больше энергии, типа, даёт? Она, типа, продуктивная. Типа, КПД больше. Очень интересно. Слушай, ну, выглядит круто. Ну, вообще, в теории, потом я хочу построить здесь прям целый склад этих панелей. Есть ещё более крутая из аддона, но она делается из магния, которого я пока в глаза не видел. Есть же ещё ветровая, кстати, эта, ветряная мельница. Ветряная энергия. Она, нахер, не нужна, просто декоративно, но она выглядит очень круто. Давайте тоже сделаем такую штуку. Только полупроводники жёсткие, они дорогие. Собака, дорого, однако. Дорого, Вася, дорого, но я алмазы-таки. Копал ж не зря. Женешка. Я сделал маску, сделал, блин, насыпной остров. Чего сделал, святой остров? Насыпной, насыпной остров. Десят, дано. Я же ничего не перепутаю. Вообще, я хочу уже покушаться. Кушаться? Хотите кушать? Зачем тебе кушаться? Братишка, зачем тебе кушаться? Чтобы жить. Понимаешь? Жизнь? Что такое жизнь? Ради чего ты живёшь? Жизнь, это еда. А зачем тебе жить? Чтобы есть. А есть, чтобы жить. Вот так. Это замкнутый. Рук такой выходит. Ё-май. Что-то ещё было. Неувязычка. Сейчас знаешь, какое ё-май будет? Ты знаешь, сейчас что будет? Выключились пластины наши, дорогие. Куда бы это воткнуть, чтобы красиво было? Солнечные пластины отрубились. Чё? Так ведь не должно быть. Бля. Смотри. Что я нам построил? Ё-ма-ми. 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 Это вот это. Ё-ма-ми. Просто декор. Ни для чего не нужен. Просто декор. Чё? Это декор? Это вот такая массивная хреновая. Это просто декор. Она ничего не делает. Просто декорация. Ты угораешь. Её можно повернуть? Ну, блин, классно. Хотя, я бы добавил, знаешь, там больше текстурок, типа, и всё такое. Её надо у нас на базе поставить. Я себя походу не убирай. Нет, убирай. Её надо у нас на базе поставить. Это вообще просто восторг. Ё-ма-ми. Ё-ма-ми. Это, блин, так круто выглядит. Такая здоровая героина, блин. Слушай, она ещё крутит, ты смотри. Блин, ну да, офигенно. Она вращается. Она вращается? Да, она вращается. Да, 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 да. По чуть-чуть она вращается. Сама по себе? Да, сама по себе. Ну, просто типа вращается, чтобы сигнал ловиться разных сторон. Ну, знаешь, она как скорее не вращается, будто так качается. А может, вращается. Накруйся, ты чё. А, нет, да, да, да. Ща всё будет. Ща, я сейчас соберу вещи к нам на Марс. А сейчас пойдём, я тебе покажу, что такое ветровая турбина. Что такое получать электричество не только от солнышка. Блин, тут такие схемы вообще сложные. Ёмайки. Вот это вентилятор. Вот это вентилятор. Вот это вентилятор. Вот это вентилятор. У меня дома такое есть. Слушай, она меньше 15 метров, она какая-то маленькая. Я врезался в области. Я думал, там здорово. Главный не размер, а умение пользоваться, понимаешь? Ну, блин, я не знаю. Я думаю, прям здорово, чтобы выглядело эпично. Как в это там, знаешь, допустим. Чё-нибудь такое. Ну, это, ну, как и в дорожечной будто какая-то. Ну, знаешь, сначала такую себя сделай, а потом уже будешь говорить. Да мне... Сколько она энергии дает, кстати? Сколько она энергии дает? 75! А солнечный солнце в два раза больше дает, чем... Смотри, вот эта басяцкая дает 14... Ёмайки! Ой, 17, 16 секунд. А это 39. А это дает 75. Ну, потому что у нас вечер, и солнышка уже не видно. Ставь длительники, ставь длительники. Не, просто солнышко уже садится, поэтому солнечные эти плохо работают. Ну, шо? Ну, шо ты мне тут застрелял? Да, Марк! Стрелами погнанными. Сейчас надо крафтить вещи, которые возьмем с собой. Переплавить всю эту бодягу. Говорит, две печки. Надо с собой такую печку взять. Еще нужно сделать обязательно топливный генератор, который... Мать вашу! Ёмайки! Я же сказал, нам за нефтью нужно идти. Ведра взяли и погнали. Ёмайки! Творец не надо! Все нам надо за ведрами. Быстро, ведра, ведра. Чё-чё-чё-чё-чё? Что происходит здесь? Сам себя поджег. Сам себя потопил. Погнали за нефть! Взяли ведра в США и погнали. Хочу найти нефть у конюшни. Чтобы я приходил в конюшню и заходил за нефтью. Ты когда коней привезешь сюда, ты? Да они все никак не это. Десятая серия, а ты не привел нам ни одного коня. Все нормально будет. Ты к Деду Морозу ждешь с подарками. Киндер сюрприз с конями, чтобы тебе привез. На следующий Новый год. Какая глубина нужна? Ты чё, прищуль? Это к тебе. Ты меня позвал идти за нефтью. Я про зомби. Так, нефть есть. Нужно глубже. Нефть, нефть, нефть. Мы же в прошлый раз всю нефть не высосали тут. Да я не помню, где она была. Там было. Давай другую найдем. Зачем другую находить? Мы сейчас будем ее искать. Я не помню координат. Координаты, кто-нибудь помнит? Я не помню. Так, нам нужно 20-30 блоков. Короче, где-то еще и пониже. А пошло оно. Просто погнали вниз. Просто пошло оно. И мы пошли. Марс, Марс. Я нашел. Я нашел. Где вы добывали? Я нашел. Нет, я нашел. Нет, это я нашел. Нет, я нашел. Она меня нашла. Это вообще я нашел. Меня, конечно, там пока... Кто-нибудь телепортируется ко мне? А кто ко мне телепортируется? Илон Маском подошелся. Я нашел нефть. Только я забыл ведра, Стас. Ты взял ведра? Какую? Вы откуда столько нефти нашли вы? Чуб давай. Да нет, Станюк, ко мне телепортируется. Вот это тот, где мы добывали. Слушай, а ты ведра находил? Взял верник с собой? Я нашел уголь. Блин. И золото. И нефть. Прямо под конюшней была нефть. ЧЕГО? Прямо под твоими конями. Плати на логе, сказал. Нет, она была чуть левее, я ошибся. Моя территория. Она была чуть-чуть левее, поэтому конюшней немного не попала. Я бы с радостью, но... Мы сайком тупо в нефть скупаемся. Вот я чуть не утонул этой вашей нефти. Давай тут факел поставим. Че-то как хрёбнет здесь для него. Все, войне. Зорвется. А если зажигалкой, прикинь? У меня с собой зажигалка. Она не горит. Ну как-то нефть должна гореть. ЧЕГО? Это как-то непоказанно. Она не горит. У вас не будет гореть. Давай поставим деревяшку здесь. Кстати, кто-то говорил, сделайте бесконечный источник нефти. Вы че, серьезно? Вы думаете, это так работает? Блин, походу да! Вы думаете, бесконечный источник нефти это работает? Слушай, она глядя, она разгорается. Типа, ну не так горит, но она чуть-чуть горит нефть. А точно горит? Че-то вы это, мне кажется... Да, потрез, говорите, ребят. Мы поставили дерево... Ну телепортируйся ко мне и подожги у меня, давай. Давай, давай, удиви меня, давай. Ой, еще ответ. Ты где? Давай. Да, смотри, ставим. Это вся нефть, что тут есть? Вот. Сейчас будешь смотреть. Эту нефть надо раскопать. У нас там нефти больше в два раза. У меня щас шикалка закончится. Жопа у тебя больше в два раза нефть. Ну вот, смотри. Ну и где она горит? Ну так подожди, дай погореть. Так ты подожги прям саму нефть, че ты это... Она сама не будет загораться. Так значит, она не горит. Так ей надо помочь просто. Ты сейчас смотри. Ей просто надо помочь. Помочь надо, что ты докопался до этой нефти, бедной? Я докопался, чтобы ее выкопать. Сейчас она загорится. Тяжело. Скопать? БАБАМ! Просто, кипа. Слушай, че-то не горит как-то дерево. БЕСКОНИЧНЫЕ! А я тот, как-то смог, типа, поджечь, ну прям, типа, нефть. Ё-моё, ты посмотри, какая тут глубина. Здесь нефти, кто триндец, как много. Просто обосраться, как вёдр полог. Короче, я забираю... БЛЯТЬ! Вёдра никто не видел. Вёдра полетели! Куда они полетели? Не вижу ничего. А Марс? Нет, просто я начал зачерпывать, а у меня места не было в инвентаре. У меня все вёдра... Вёдра были утеряны на далёком и забытом Марсе. Да, пошло, медная руда, пошло. Точнее, он не... Пошли вы все. Чё ещё можно выкинуть? Алюминий тоже пошёл. Вызываем Санька в ад, просто. Ну, чё, я там горю? Ты скорее в нефть прыгай! Я тоже, вот смотри, в нефти можно потушиться, если вы горите. Ну, в жизни, я вот уверен, а всё... Наоборот? Всё... Точно так же, типа, вынесёшься. Точно так же, обязательно. Ребят, только не проверяйте. Здравствуйте, ты кто такой? Ну, да. Не проверяйте? Хотя, она вряд ли так же у кого-то... Вряд ли кто-то так же найдёт у себя в саду нефть, поэтому вряд ли кто-то сможет проверить. Но если вдруг найдёте, то лучше так не делайте. О, очистительный заводик, мой дорогой, мой любимый, мой любимый, давай, очищай, очищай всё, что есть. Нам нужно пойти спать, потому что дождик, ночь и вообще всё печенье. Сколько что уберяется? 24 тысячи. 24 ведра убирается в эту канистру. Я где-то просрал ещё три ведра с нефтью, видимо, они валяются на дне озера. Потому что я брал... Давайте спать! Давайте спать! Просрать мне всё, как так можно? Быстро идём спать тогда. Блядь, опять он что-то делает. В моей квартире! Я просто вас законсервировал. Что ты вот? Чтобы вы хорошо схранились. Не спортили. Нам ещё в этой серии лететь на... На Марс, а ты наши силы не экономишь, застраиваешь... Схер ли вы убрали, я вас законсервировал. Уже пора собирать шмотки на Марс. Короче, собираем чемодан, и мы скоро полетаем. Пора собирать! Пора собирать! Пора собирать! Видите, всё, что дорого душе и сердце. Что с собой брать? В смысле солнца не видно? Алё! Что с собой брать? Всё! Ну как это всё? Ну я не знаю, что там на Марсе. Я не был на Марсе, я так, значит, там пригодил. Трусы там, парки, я не знаю. Трусы носки! Трусы носки! Уголь бери! Как можно больше угля? Я б взял с собой... Эм... Это... Блоки угля. Знаете, что с собой нужно взять? С собой нужно взять консервированную еду. У меня её нема. А сделай её. Ё-моё! Консервы? Консервы, берёшь. Ты не ест одни консервы! О! Или как там? Как это делается? Консервированная картошка. Она сырой делается, от собака. Александр готов к разведку. Короче, я принимаю, значит, суперрешение проложить железную брук. Сублимированный картофель. Пять баночек с собой взял, чистых, на язычах. Хотя можно и сделать больше. У меня где-то целая куча этих барок была. Просто куча. О, понеслось. Вот оно, 13 штучек. Сейчас сделаем все, на все бабки. Просто мужик, мэн. Мужик, мэн. Ещё нужно взять с собой семена картошки. И землю. Обязательно землю. Обязательно. Обязательно нужна земля. Блин, земля похуевать. Ну я не дозаправил ещё. Короче, я уже полностью укомплектован. Ну и практически. Моя ракета готова. Я всего напихал. Всё, что только может нам пригодиться. Кроме одного. Я не взял деревья. Я взял с собой стака 2. Так, это мне пригодится. Это сразу пригодится. Короче, сейчас набиваю ещё уголь. Уголь, подожди. Уголь, уголь. Мало угля. Взял уголь. Сука. Где мой ужин? Нам нужно ещё с луны будет вывести. Прям через портал или через грузовую ракету всё нужно будет вывести с луны. Потому что нужно всё. Вообще просто всё нужно. Видите моя кепка? На ней написано нас. Это значит, я знаю, о чём я говорю. Золо тоже с собой. Стак золота надо взять. Почему бы не взять с собой золото? Конечно, надо взять с собой золото. Я с собой золото еду. Все алмазы взяли с собой. Всё золото. Все ценные ресурсы взяли с собой. Мы остаемся жить на Марсе. Всё, Илон Марс. Так, нужны ростки. Нужно... Нам нужны ростки деревьев. И ростки травмы. О, мы, кстати, не взяли с собой тверстак. Ну похер, мы его скрафтим. Я взял с собой дождь. Кто застрял? Та вся херня загорится, блин. Когда взлетать будем. Да, Александр. Всё загорится. Хотя ладно, посадим на Марсе себе. Будет у нас тростник на Марсе расти. Саню на бутылку посадим. И Саню на бутылку посадим. Это само собой. Сейчас ты улетишь у меня без топлива. Наш новый дом на Марс. Без топлива у меня сейчас. Как полетишь, как полетишь, так и не долетишь. А, у меня ракета не заправлена. У меня 66%? У меня 0% вообще. А, Санюк, обосрался. Короче, ладно, нам по 2. Короче, Саню, всё заправляется. Сейчас заправляется? Всё заправляется. Всё проверяйте. Сейчас всё заправится. Чё вы так ссыть? 100% топлива, Иван Марс. Иван Марс готов покинуть землю. Короче, всё у нас готово. И всё у нас будет хорошо. Сейчас мы полетим. У меня полностью забит вся ракета. Всех всё готово? Красавцы. Все готовы к отлёту? Пошёл отсчёт. 3, 2, 1. Погнали. Старт. И ещё 12 посчитаем, и всё хорошо будет. Я думал, ты сказал отлёт, типа, у тебя уже время пошло. Я не на ту клавишу нажал. На спейс нажимай, Александр. Короче, у нас очень разнобойкий отлёт будет. Главное не перепутать, чтобы все прилетели на Марс. Да, Саня? Очень интересно. Намар, куда опять звуки идти? Почему не слышишь звуков ракета? ПОКА! Почему звуков ракет нет? Илон Мас должен быть первым на Марсе! Нееет! Я быстрее нажму на Марс. Илон Мас. Саня, прощай. Я уже полетел, полетел. Удачи там, Саня, да? Карбюратор заклинил, и, блядь, он остался. Слушай, она намного быстрее взлетает. Она намного быстрее взлетает. ПОКА, Земля. Чего говоришь? Ракета второго уровня намного скорстнее. Я прям моментально взлетел. Выбираем Марс. Марс. И на счёт три давай. Готовься? Давай, раз, два, три. Погоди, да стойте, а чё такое? Сдэймас, алло. Марс. Просто Марс. Саня, как всегда, обосрал. Да просто как обычно. Просто опять обосрал. Ну на Марс, Сань, просто Марс. Александр, просто Марс. Там ещё просто подкладки, а это там что? Подкладки. Подкладки. Я на какие-то яйца клячу. Ё-моё. Эй, стоп. Пум. Я первый коснулся. Я первый был. Я первый был. Я первый был. А у меня я был первый. Вы видели, что я был первый, и Саня прилетел. Илон Маск прибыл на землю Аветланды. На Марсе, я наконец-то здесь. Идите все сюда. Чё, пацаны, и как мы будем создавать колонии с трёх мужиков? Объясни, как мы... Ты как ты, Саня, будешь походить в дни? Ничего, мы местных здесь. Как мы будем создавать колонии с трёх мужиков? Очень интересно. Идите сюда. С гуманоидами сразу же. Подожди. Что, что, что происходит? Да! Почему на дерево? Почему на дерево? Почему на дерево? Потому что это земная наша порода. Я даже снял этот паршивый джетпак, чтобы почувствовать реальную атмосферу Марса. Это просто красота. Кстати, мы так и не сделали себе защиту от холодного. Здесь, в принципе, не так холодно, чтобы замёрзнуть в обычных наших госпитах. Просто пустыня. Мы в безопасности. Это Марс. Наконец-то мы добрались. Илону, скажите ваши ощущения. Вы счастливы? Мы наконец-то добрались. Мы будем создавать здесь новые технологии. Мы будем создавать здесь новый мир. Будем сделать здесь, создавать новые человеческие. С вами был Илон Маск. Подписывайтесь на канал. Меня и Илон. Неправильный тепло... Ё-моё, мы здесь сейчас помрём. Ё-моё. У меня для вас плохие новости. Мы не сделали... Ты выбросил свой алмазный нагрудник. У меня для тебя плохая новость. Дай сюда. Мы не сделали себе тепловую защиту, поэтому мы здесь постепенно замерзаем. И на этом огромном разочаровании мы с вами будем прощаться. Да, ребята. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Илна Маска. Подписывайтесь на канал Найс Парниш. А также на мой инстаграм. Если вдруг пропустили предыдущие серии Илона Маска, то они есть в описании. Также в описании есть ссылочки на другие интересные видосики. Обязательно смотрите. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно нажимайте на колокольчики. 50 тысяч лайков. И Илон Маск соглашается на продолжение. И возможно даже мы сделаем себе защиту, потому что я взял с собой шерсть. И возможно нам даже хватит этой защиты. Мы типа в шерсти обернёмся и не заберёмся. Обернёмся. Построим себе здесь домик из шерсти. Будем колонизировать Марс. Оно всё в следующей серии. А на этом всё. Не за это подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем. На меня уже эффект. Я холода уже бегаю. Короче заканчивайте. Что-то нам поплохело от холода. Короче будем надеяться, что мы выживем. Всем удачи и всем пока-пока.